Приветствую вас, Лилия. Ваша проблема ясная. Я могу с такой более-менее уверенностью сказать, с чем она связана, с чем связана ваша проблема. Но как мне кажется, как мне кажется, проблема здесь немножко другого. В первую очередь, мне кажется, что... Вот первое, первое, что есть, да, вот, вот, первое, что... на что я хочу обратить ваше внимание. Это... То, что... Вроде бы... Вроде бы... Видно, это проблема. Вроде бы... Вы ощущаете... Проблемы. Вроде бы. Но в то же время... Вы... На мой взгляд... По моему мнению... Не... Выражаете... Не выражаете... Желание... Что-то с ней... Делать. То есть... Проблемы есть. Проблемы наличествуют. Но... Что вы... Делать-то с ней... Хотите? Если вы... Например... Хотите... Меня... Мень... Эээээ... Меняется... Отлично. Мы вам поможем. Мы поможем вам измениться, если вы этого хотите. Если вы хотите меня меняться, то мы вам в этом, конечно же, поможем. Но хотите ли вы? Вот в чем вопрос. Потому что это определенная работа над собой, которую вам нужно будет делать. Например, почему вы хотите и не хотите отношений? Ответ прост. Потому что вы требуете от другого человека, но в первую очередь от себя, необратимости выбора. То есть, если кто-то будет с вами, то это обязательно на всю жизнь. А хочется, как вы и сами сказали, хочется немножечко другого. Хочется просто любви и ласки, секса, например. То есть, такие вот, как мне кажется, вполне себе человеческие желания. Как мне кажется, вполне себе адекватные и естественные потребности. Но как можно этого хотеть, если подобного невозможно добиться? Без того, чтобы человек был на всю жизнь. Вот тут-то, вот тут-то. И идет речь про ограничения. Про ваши ограничения. Это ограничения, которые есть у вас. И вам эти ограничения очень мешают. Потому что с чего-то вы решили. И с чего-то вы взяли, что если вы вступаете в отношения с человеком, то это на всю жизнь. Ну нет, нет. Не на всю жизнь. Может быть, конечно, на какое-то время. Но не на всю жизнь точно. Ну вот, вы почему-то так не считаете. Вы считаете, что, ну все, если я в отношениях, то все. Я в отношениях на всю жизнь. И человек для меня на всю жизнь. Ну, как бы сказать, неправильно. Это неправильно. И когда, соответственно, вы, как вам сказать, когда вы начинаете отношения, то помимо того, что вам хочется, появляется еще и то, что вы должны. А то, что вы должны, вам, например, совсем не хочется. Но вы не можете себе позволить находиться в том, что вы хотите и позволить себе не делать того, что вы делать не хотите. Так, 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 говорится вот. Нельзя. Почему нельзя? Непонятно. Ну то есть, с чем связано? Что нельзя? Непонятно. Но нельзя. И это первое. Второе. Прямо вытекает из предыдущего. Вы не можете или боитесь говорить о том, чего вы хотите. Ну то есть, вот я, например, хочу, допустим, ласки и любви. К примеру. Но не хочу, не знаю, какой пример привести. Хочу ласки и любви. Не хочу, например, покупать вам цветы каждый день, допустим. Такой вот я нехороший человек. И вступая с вами в отношения условно, я знаю о том, что мне вероятно придется вам цветы таки покупать, а я этого делать, как мы уже поняли, не хочу. Загоняюсь. И за это, ведь я не хочу покупать вам цветы, вот. И соответственно, соответственно, выхожу и вернусь в отношения. Даже их, это отношения, не начало. А ведь, как могло бы все хорошо получить, если бы только я, ну, условно говоря, позволил бы себе не делать того, что делать я не хочу. Понимаете? Что, что я имею ввиду? Это очень важный момент. Ага. Уметь и позволять прислушиваться к себе. Уметь и позволять чувствовать то, что вам хочется, то, что вам не хочется, то, что вам приятно, то, что вам неприятно и выращивать это. Ну вот. Побрайте меня, если я ошибаюсь. Делайте вы это с большим трудом. Почему вы делаете это с большим трудом? Ответ, как мне кажется, достаточно прост. Вы это делаете с большим трудом по той простой причине, что... Во-первых, во-первых, это неправильно. Ну, во-первых, так не должно быть. А во-вторых, и это, наверное, главное, если вы так поступаете, то вы... Вы плохая. Здесь всё довольно-таки просто. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что для вас просто. И вот получается, что вы никак не отчерчиваете свои личные границы. Вот получается, что никак вы их не защищаете. Если вы не защищаете свои личные границы, то каким же образом тогда вам хотеть отношений? Извините, но это очень-очень-очень сложно. Когда в твоих же собственных отношениях, по сути, у тебя нет... А... Право голосом. В твоих же собственных отношениях, у тебя нет возможности сказать, чего ты хочешь, чего ты не хочешь. Это очень тяжело и больно, я полагаю. Ну вот. Ага. Как мне кажется. Как мне кажется. Вам... Смотреть. 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 В первую очередь в эту сторону. Смотреть. 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 В направлении вот этих моментов. Моментов, где вы в какой-то степени себя начинаете придавать. И получается, что вы зависаете. Потому что отношений хочется это нормально. И в то же время, в то же время, в то же время, конечно же, хочется какой-то свободы. Так, чтобы вы его отношения были, чтобы у вас свобода была от этого, вы не умеете. Потому что у вас есть опыт того, что отношения это не свобода. И вот, как бы, тут мой коллега прав. Тот, который вам сказал, что это из, ну, из детско-родительских, отношений у вас такая история. Тут мой коллега прав. И работать вам соответственно нужно в этом направлении. в направлении, значит, изменения своего подхода к отношениям. Подходы к отношениям с целым. Если вы понимаете, что я имею здесь ввиду. Так? Вот. Но ввиду того, ввиду того, что вы... не определили и не оформили сопроводство, что вы хотите. Например, на что вы готовы, например. Хотите ли вы, там, не знаю, меняться, например, и так далее. Ввиду того, что этот момент вы не оформили, есть подозрения, есть сомнения относительно того, с какой целью вы задаете вопрос. Вопрос. Вы. Вот это все. Потому что, ну, мне кажется, что, ну, вы просто, я видел, что вы не первый раз уже задаете. Вот. И мне думается, что, мне кажется, мне кажется, что вам, ну, нужно определиться с тем, куда вы будете, ну, двигаться в своем в своем, в своем жизненном пути. Вот. Потому что, если вы в этом не определитесь, то есть проблема. проблема, проблема того, что вас, ну, настолько увлечет вот эта вот позиция, настолько увлечет практика не будет, что вы, ну, выдавать вопросы, да, что ничего другого делать вы уже не будете. Вот, вот, это, таких людей, к сожалению, да, мне бы не хотелось, чтобы вы были такой. Поэтому, я рекомендую его, рекомендую. Вам обращаться непосредственно для психотерапии и учиться устраивать отношения с людьми на основе того, что вам хочется, на основе того, что вам интересно, на основе того, что вам нужно. Но не на основе того, что хочет, кто хочет или что требует другой человек. Вообще это очень, очень, ну такая довольно, знаете, я бы сказал, достаточно тревожная история, когда человек другой ведет себя так, как будто это вот на всю жизнь. Это, ну, вы себе, вы себе, наверное, наверное, представьте, понимаете, как это давит, как это может давить. Вот мне кажется, что нет ничего удивительного, что вас это пугает, нет ничего удивительного, что вас это страшит. Вот. И мне кажется, что подобное абсолютно нормально, мне кажется, что подобное абсолютно естественно. естественно, что вы боитесь, ну, того, что вас будут усимлять в, ну, в правах там и так далее, вот. Мне кажется, что это норма такая вот, ну, такая, позиция такая вот, точка зрения и ваши опасения, вот. Ну, опять же, это может произойти, то, о чем, то, чего вы боитесь, может случиться в каждом изна. И дело здесь, на мой взгляд, не совсем в том, чтобы убедить вас, что это не произойдет, а дело здесь, мне кажется, в том, чтобы дать вам понять, что даже если, вот, это важно, даже если это случится, даже если это произойдет, то ничего страшного не будет. Даже если это случится, даже если это произойдет, то вы все равно останетесь такой же, с вами все равно, условно говоря, не будет, не будет ничего. Для этого нужно уметь о себе заявлять, для этого нужно уметь бережно относиться к себе, к тому, что вы чувствуете, к тому, что вы хотите, к тому, что в чем вы нуждаетесь и так далее. Понимаете, какая штука. Я думаю, я думаю, примерно, вот в таком ключе вам можно открыть. Ну, в этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что мой ответ даст вам необходимую обратную связь, которую вы сможете использовать, которую вы сможете начать плодотворную работу над собой и для себя. Ну, я вам желаю удачи и всего самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.